Глава Казахстана недавно отбыл в Стамбул с рабочей поездкой. В ходе своего визита глава государства принял участие в саммите тюркских стран. Вместе с Такаевым в мероприятии приняли участие множество президентов дружественных стран. Кроме того, Такаев поприсутствовал на открытии нового офиса секретариата объединения в Стамбуле. А в начале своего выступления глава казахстанского государства поблагодарил президента Турции за приглашение на такое важное мероприятие, за саму организацию саммита на высшем уровне и гостеприимство. Атакаев подчеркнул, что саммит показывает всю заинтересованность дружеских государств в совместной работе в множестве сфер, например, экономической или социальной. Данное объединение является мощным сигналом для других государств и занимает важное место на мировой политической арене. А кроме того, он подметил, что усилия государств должны быть нацелены на достижение крепкого содружества. Это поможет народам дружественных стран жить лучше, не беспокоясь о следующем дне. Такаев обозначил ряд направлений, в которых страны смогут поработать вместе. «Мы расширим использование возобновляемых источников энергии. В этом заключается наше видение перехода к зеленой экономике. Запланированные меры позволят нам достичь нейтрализации выбросов СО2 к 2060 году. Выбросы парниковых газов будут сокращены в течение следующих 10 лет. Кроме того, мы увеличили долю возобновляемых источников энергии в стране до 3%. К 2030 году это число увеличится до 15%. Для достижения этих целей в Нур-Султане открыт международный центр», – сказал президент Казахстана. Еще одним приоритетом Такаев назвал развитие водородной энергетики. Президент подчеркнул, что водородная энергетика признана во всем мире как новый вид чистого топлива. По его мнению, у Казахстана есть большие возможности для создания зеленого водородного промышленного центра. В стране есть необходимый научный потенциал и квалифицированные специалисты. Президент также затронул важные вопросы борьбы с глобальным изменением климата и доступностью водных ресурсов. Он заявил о готовности к совместной работе над этими вопросами с дружественными государствами. Президент, завершая свое выступление, подметил, что саммит является важным механизмом для достижения определенных целей и помогает странам более тесно контактировать на самом высоком уровне. А к слову, можно заметить, что Совет Тюркских стран является частью Евразийского Союза. Идея его создания полезна и своевременно, если посмотреть на вызовы современного мира. А данный союз поможет укрепиться тюркским странам, что позитивно скажется на общем их благосостоянии.